Девушки отдыхают Со мной все будет хорошо. Ничего не случится. Пока. Проходите, проходите. Отправляемся. Ну все. Ну все, ты уже иди, иди, ладно? Хорошо. Проходите. Извините. Ничего страшного. У нас только наличные, терминал не работает. Да, конечно, без проблем. Что ж такое? Где он? Кошелек вытащили? Да. А, слушай, тут вокзал, тут такой, каждый день. Это ж паны жуликов, больше, чем нормальных людей. Хорошо, что хоть карточка осталась, я ее отдельно храню. Ну, ты даешь, подруга. Ну, это ты бы мне сейчас пин-код еще сказала. И сколько денег мне тут? Шучу. Здесь за углом есть банкомат. Вот туда иди, и там тоже не расслабляйся. Спасибо. Спасибо. Не за что. Спасибо. Ну, все. Ты куда? Мне нужно домой. Постой. Ну, постой. Так мне хочется уходить. Ну, вот, если бы мы жили бы вместе, то уходить бы не пришлось. Так в чем проблема? Везей ко мне. Думаю, маму быть не против. Ну, я хочу, чтобы все было как у людей. Знаешь, когда красивая свадьба и чтоб гнездышко свое. Ну, все будет. Не переживай. Найду хорошую работу и все будет. Ну, только постарайся побыстрее. Это почему? Потому что ухажеров у меня предостаточно. Я тебе никому не отдам. Ты чего? Все, я побежала. Стой, ползи. Да подожди. Все, все. Субтитры сделал DimaTorzok 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 И все так быстро произошло, и я сразу убежала. Наверное, мужчина какой-нибудь шел, услышал, что я кричу, и решил помочь. Да, мужики вокруг тебя так и въются. Даже на улице поделить не могут. Извини, глупая шутка. Может, в полицию позвонить? Угу. И что я им скажу? Один нападал, другой заступился. Ни одного, ни другого я не видела, не знаю. А писать не смогу. Они меня либо пошлют куда подальше, либо допросами замучают. Не хочу. Мама с папой только сегодня уехали, а я уже в историю вляпалась. И ведь обещала им, что все будет в порядке. У меня же еще сегодня кошелек на вокзале вытащили. Я вообще про это забыла. Да. Тебя как будто кто-то сглазил. Одни неприятности сыплются. Знаешь что? Останусь-ка я у тебя ночевать. Не нравится мне твоё состояние, подруга. Спасибо, Наташка. Предварительная экспертиза установила, что смерть потерпевшего наступила в результате нанесения ему множества телесных повреждений. Этого не может быть. Мы просто кулаками помахали. Я оттолкнул его. Он упал и все. Ну, отлично. То есть, факт нападения на потерпевшего вы не отрицаете? Да я не нападал. Я защищал девушку. Какая еще девушка? На месте происшествия не было девушки. Ну, сами подумайте. Если бы я захотел избить или убить этого человека, зачем мне было вызывать скорую? Я бы просто выбежал, вы бы никогда меня не нашли. Я защищал незнакомую мне девушку. Ну, а когда понял, что произошло, вызвал скорую. Ну, а девушка, она, конечно, испугалась и убежала. Ну, сами представьте её состояние. Ну, пока все логично. Даже если вы и вступили из-за кого-то, это ненамного облегчает ваше положение. Скажите, а вы можете описать эту женщину? Конечно. Я успел её разглядеть в свете фонаря. Но я никого не убивал. Это был несчастный случай. Будем разбираться. Ну, что ж. Относительно причины смерти потерпевшего, то окончательное заключение. Будет после тщательной экспертизы. Первая же, как я говорил, была предварительной. А относительно таинственной незнакомки, с ваших слов составим фоторобот и будем искать. По всей видимости, она живёт где-то недалеко от места происшествия. Я так понимаю, ты почти всю ночь не спала, да? Может, всё-таки родителям рассказать? Да нет, ты что, Натах? Ну, они только что уехали. Зачем их волновать? Мама сорвётся сразу приедь. И ты что, чем она поможет? Не-не-не, я сама должна справиться с этой ситуацией. Тогда тебе надо сходить к психотерапевту и выговориться. Может, он тебе таблетки какие пропишет. До сих пор, как натянутая струна, ты не скоро забудешь это нападение. Ты знаешь, я всю ночь думала, просто, ну, если бы мне вот этот человек не помог, то что бы было. И что, ты своего спасителя совсем не разглядела? Да нет, я же говорю, там свет мне так в глаза лупил. Я видела только их силуэты. Ты знаешь, это место, это дорожка между двумя домами. Я там больше ходить не буду. Да и вообще, я на улицу не ногой. Да здрасте, пожалуйста. Еще скажу, что до конца жизни не собираешься в квартире сидеть. Нам, между прочим, еще сегодня институт на лекции. Слушай, Натах, может, я прогуляюсь сегодня? Э, не-не-не, подруга, давай вставай, вставай, вставай! Что раскисло? Дома ты так и будешь думать об этом нападении. А в институте хотя бы отвлечешься. И вообще, я знаю, как решить твою проблему. Надо просто записаться на курсы самообороны. Слушай, это идея. Только если с тобой. Ну, мало ли, тебе тоже пригодится умение постоять за себя. Хорошо. Все, давай, давай. Собираемся, одеваемся, умываемся. Кидим завтрак и идем в институт. Давай, давай. Шевели копыта. Что ж, Алексей, я не хочу вас обнадеживать, но дела у вас плохи. Девушку так и не нашли. Свидетели тоже. А родственники погибшего наняли хорошего адвоката. Мы, конечно, будем с вами отстаивать версию несчастного случая, но фактов, подтверждающих, нет. Но у меня даже мотива не было убивать этого мужчину. Я просто вступился за девушку. Поймите, это всего лишь ваши слова. Я подумаю над вашей речью, чтобы суд смягчил приговор. Много дадут? Ну, вам светит несколько лет. Не думаю, что дадут по максимуму, но лет шесть-семь, может быть. Мама может не пережить это. Мне слабо сердце. Смотри, как я тут парни симпатичные умеются. Я теперь точно ни одного занятия не пропущу. Наташка, ты неисправима. Ну, а что? Вдруг я здесь свою судьбу встречу? Я бы с кем-нибудь из них с удовольствием на Натовку боролась. Наташа! Иди сюда. Да, ты иди сюда. У нас все серьезно. Если у тебя другие цели, тебе здесь не место. Поняла? Вставай. Построились. Тренировку начинаем с разминки. Я посмотрю на уровень подготовки новичков. После этого приступаем к изучению приемов. На правую. Побежали по кругу. Встать. Суд идет. Суд приговорил признать Громова Алексея Михайловича виновным. Причинение интересных повреждений, поврекших за собой смерть и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет. Мама, не подожди. Мама, в полу, в полу. В полу, в полу, в полу. У тебя много чесных. Мама! Леша! Тише, тише. Тише, тише. Что я не придумал обязательно? Мама! Олеся, присмотри за мамой. Леша, я тебя дай, 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 дай. Леша, я тебя дай, дай, дай. Леди Ивановна, у меня, к сожалению, совершенно нет времени для того, чтобы к вам заскочить. Конечно, конечно, моя дорогая. Я все понимаю. Мне нужно с тобой посоветоваться. Скоро Лешенька выходит. Хотелось бы встретить его как-то по-особенному. Все-таки шесть лет дома не было. Может, найдешь время, заскочишь хоть на часок? Ну, хорошо, хорошо. Я постараюсь что-нибудь придумать. Хорошо. Спасибо большое. Буду ждать. Позвони, когда решишь. Я тебя целую. Всего доброго. Всего доброго. Что ты не скажешь маме Алексею, что выходишь замуж? Слушай, но у человека слабое сердце. Я не хочу его трогать. То есть будешь продолжать врать ей? Нет. Приедет Алексей, пускай сам с этим разбирается. Кстати, Алексею тоже пора об этом рассказать. Ну да, конечно. Чтобы он там в тюрьме с катушек слетел, узнав о том, что я его не дождалась. Нет. Он приедет и пускай сам разбирается с тем, как донести эту информацию до его матери. А сейчас я не хочу думать, у меня его мать не вести. Я хочу думать только о тебе. Понятно? Еще раз прошу, это понятно? Да. Я в душе. Любимая. Да. Я тогда в офис поеду. Ты как закончишь, приезжай. Я дам пару указаний сотрудникам. Мы поедем кольца выбирать. Я надеюсь, ты помнишь, а вот. Скажи мне, как можно об этом забыть? Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. А плата, как всегда, картой? Да. Только мне нужна еще кружка, а то босс разбил. Кто там за дядьку нарисован? Это Зевс. О, отлично. Ему подойдет. Спасибо, пожалуйста. Здравствуйте. Алло. Да, Наташка, привет. Ну, что там? Ради бога. Простите. Извините. Я перезвоню. Нет, нет, все в порядке. В каком порядке? Ты хоть знаешь, сколько стоят эти туфли? Простите, пожалуйста, я правда, случайно меня толкнули. Милая, надо меньше разговаривать по телефону и больше смотреть по сторонам. Как вообще Костя тебя держит на работе? Не понимаю. Упримите, пожалуйста. Ну, что, Миша, пока сказать, что с тобой я не могу. Надо сдать еще некоторые анализы, и тогда мы сможем поставить точный диагноз. Сереж, ты же знаешь, мне болеть нельзя. У меня большая семья, бизнес. Боюсь тебя огорчить, но про бизнес тебе придется забыть. Займись-ка лучше серьезно своим здоровьем. Что, все прям настолько серьезно? Более чем. Ладно, я расскажу тебе, что еще надо сделать. Ты специально же меня облила. Пожалуйста, ваш кофе. Спасибо. Еще, я с утра забежала в кофейню, купила вам новую кружку. Спасибо, Валь, я потом посмотрю. Да, как вы просили, совещание перенесла на вторую половину дня. Отлично. О, привет. Валя! Да, да. Мне сейчас срочно нужно будет уехать, поэтому, если вдруг что-то важное, пусть связываются со мной по телефону. Хорошо, я поняла. Как можно было купить такую безвкусицу? Я вообще не понимаю. Миша, ты зачем ружье достал? Да хочу одного гада пристрелить. Всю жизнь меня испортил. Ты с ума сошел? Да тебя ж посадят! Ну, тогда ты избавишься от меня. Зачем тебе старый, больной муж? Найдешь себе молодого. Слушай, ну что за глупости-то несешь? Я тебя люблю! А потом ты не старый, не больной. Ну, прости, шутка не удалась. Я на ход собираюсь. И когда? Завтра утром. С мужиками уже договорился. Слушай, вообще-то мы приглашены на презентацию. Извини, дорогая, но мне сейчас не до презентации. Ты никуда не пойдешь. Слушай, я все решил. В конце концов, что страшного произойдет, если ты пойдешь на презентацию своей подругой? Что, старички, опять ругаемся? Кого ты стариками назвал? Ой, ну простите, больше не буду. Па, слышь, я вообще к тебе по делу. Ну, слушай. А мы тут с пацанами решили в короке сходить, в общем, подкинь деньжат. Да с твоими музыкальными способностями. Не песни петь, а стихи читать. Кто тут у нас шутить пытается? Я тебе на днях перевел деньги. Я все потратил. Что, прям все-все потратил? Нет, ну не все-все, но большую часть, да. Папец, ну я не могу перед пацанами лохом выглядеть. Пойми. Хорошо, я тебе переведу деньги. Но впредь постарайся тратить как-то поразумнее. Мне деньги достаются тяжелым трудом, с неба не падают. Понял. А ты зачем ружье достал? Хочу вас с Ольгой пристрелить. Мне ваши словесные поносы в печенках сидят. Ну как? Отлично. Но на свадьбу-то в этом платье не пойдешь. Почему? А, потому что дырка. О, я не заметила. Слушай, может зашить? За свадьбу еще неделя. Ты успеешь новое купить. Точно. Точно. Я куплю более смокшибательное платье, чтобы утереть этой Олесе нос. Так это же ее свадьба. Ну я понимаю. Помоги. Просто она выкинула кружку, которую подарила боссу. Она просто ревнует тебя, Константин. Да что меня ревновать? Он же просто мой начальник. И тем более он вообще не в моем вкусе. А еще он педант. Ну на работе это хорошо, когда все должно быть в порядке. Но жить с педантом это наказание. Я правда не понимаю, к чему все эти испанские страсти. Ну Олесе, ты этого не объяснишь? Она как хищница, понимаешь? Метит свою территорию и просто не подпускает тебя. Алло. Привет. А ты где? Сонечка, послушай, я же говорил тебе, что я сегодня днем встречаюсь с друзьями. Да? Ну в общем встреча затянулась. Я к тебе не успеваю, прости. Ты что, пьян? Мы же договаривались. Милая, да я пьян, но так получилось. Я не верю, что ты с друзьями. В смысле? Сейчас я включу, иди, пацаны. Давай, давай. Сейчас, сейчас, Сонечка. Смотри. Привет, Тули! Соня! Привет, Соня! Паша, Тимур, Саня. Мы сидим, все нормально. С нами девчонок нету, честное слово. В общем, все хорошо. Я тебя целую. Валя была приглашена на ночь с тобой свадьбу. Ты шутишь? Ты шутишь? Сто раз ты обсудили, составили список, конечно, приглашены. Ну, я не хочу видеть на нашей свадьбе твою секретаршу. Ну, во-первых, не секретаршу, а личного помощника. Во-вторых, она же получила приглашение. Ну, ты же можешь сказать, что мы передумали и хотим отпраздновать нашу свадьбу в кругу близких, родственников и друзей? Это что за капризульки? Ну, это не капризульки. Ну, просто сделай, пожалуйста, так, как я прошу. Я не хочу видеть этого человека на нашей свадьбе. Не думаю, что ты бы хотела, чтобы ты меня нервничала и переживала в таком прекрасном мире. Ну, конечно, не хотела бы. Я просто не понимаю, чем тебе Валя не угодила. Она мне просто не нравится. Ну, она же расстроится. Как она потом ко мне будет относиться, а мне с ней еще работать? А со мной тебе жить? Делай, пожалуйста, так, как я прошу. Я подумал, что можно сделать. Ты у меня самый лучший. Па, опять на охотце собрался. А ты опять пьяный зарусил? У меня все под контролем. Подожди. Тебе не надоело каждый день до утра тусоваться? Ну, я ловлю момент, пока молодой. Я не против, чтобы ты встречался с друзьями. Но пора и делом заняться. Олечка, пожалуйста, давай сейчас только без нотации. Окей. У тебя скоро свадьба, Соня. Пора браться за ум. Слушай, я кайфую. Я наслаждаюсь молодостью. Но пока мне ермо на швейне повесело. Все хорошо. Ладно, иди спать. Вернусь серьезно. Поговорим о твоем будущем. Хорошо. Толь, загони. Папа может все, что угодно. Вместо того, чтобы спускать деньги своего отца, лучше бы помог ему в бизнесе. Чего ты разоралась, старушка? Ты мне не мать, так что лечить меня не надо. Вот Инга приедет, я ей все расскажу. Совсем с катушек слетел. А скоро свадьба. Да что вы заладили? Свадьба. Ну, свадьба. И что? Вы меня женить хотите, чтобы я остепенился, да? А вдруг я не хочу жениться? Ну, что вы в такую рань отношения выясняете? Слушайте, мы сами решим, что и когда нам делать. Идите лучше по хозяйству займитесь. Сереженька, ты кушать хочешь? Нет, 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 нет. Я хочу спать. Сейчас я Юшку позову. Ну, чего? Пошли поохотимся. Я сегодня пашу, Коль. Не понял, что случилось? Неважно себя чувствую. А что тогда на охоту поехал? Дома не остался? Хотел побыть подальше от домашних. Надоели с Клоким. А, Коль, если хочешь, можешь взять мой рементон. Ты же давно хотел из него пострелять. Спасибо, конечно. Но, честно говоря, даже как-то странно. Ты раньше не разрешал к нему даже прикасаться. Все течет, все меняется. Мишка, что-то ты мне не нравишься, честно говоря. Ладно, с охоты вернемся. Поболтаем? Да, надо поговорить. Смотрите, что я оторвал в мешаньке. Да пошли, пацаны. Здравствуй, Валя. Здравствуйте, Константин Борисович. Ваш кофе на столе. Спасибо. Документы на подпись через Кольку принести? Давай попозже. Хорошо. Валь. Да? Присядь, пожалуйста. Мне нужно с тобой поговорить. А информации будет много? Мне за блокнотом сходить? Нет. Это не по работе. Хорошо. Валя. Олеся не хочет, чтобы ты была на свадьбе. Она говорит, что это мероприятие для близких людей, для родных, для узкого круга. Хорошо. Я не приду на свадьбу. Это все? Я хотел, чтобы ты была. Ты мой верный помощник. Можно сказать, друг. Просто мне хочется, чтобы Олеся была комфортна на свадьбе. Я вас поняла. Я могу идти? Да. Ну так, прикинь, я не иду на свадьбу. Почему? Ладно. Все. Пошла работать. Давай. Рома, у тебя есть отвертка крестовая? А то мою батон срезал. Да. В ящики возьми. О. Спасибо. Слышишь, Бром, ну что, тебя поздравить можно? Потому что на свободу собираешься? Так сказать, с чистой совестью. Ага. Ну, совесть моя всегда была чиста. Можно, знаешь, как даже сказать. Кристально чистая. Ну, что же, мы все здесь без греха, да? Святые, пацаны, да? Ну, а что это? На свободе там граждан какая-то благородная ждет, а? Что? Не надо кричать, я понял. Занимайся. Я серьезно болен, Коль. Сдал анализы, жду результатов, можно сказать, приговора. Главное, все так быстро, неожиданно. Что? Настолько все серьезно? Пока не знаю, но глаза врача, Сережку-то его знаешь, в общем, многое мне сказали. Ну, глаза это еще не приговор. Может быть, не все так страшно? Да я, может, даже до свадьбы Сережки с твоей Соней не дожил, а уж внуков-то точно не увижу. Ладно, ладно, ладно. Типункин язык. Да мы с тобой еще и попляшем вместе на свадьбе, и внуков нянчить будем. Главное, что с бизнесом делать? Серегу мой, раздолбай. На кого все оставить? Ну, шо, привлекать потихоньку? Пусть вникает постепенно. Разве его заставишь? Нет у меня ни сил, ни времени все это ему втолковать. Вот не станет меня, ведь все растратит и с голоду помрут. Что Сережка, что Ольга. Ну, ладно, ты прям целый сценарий расписал. Ты сначала анализы сдай. Может, правда, не так все серьезно? Дай ты бог, дай ты бог. Родной, повтори, я буду на твоем месте пришла бы на эту свадьбу и струнула бы скандал. Ниташка, ну ты же меня прекрасно знаешь, я так не могу. Ну, тогда в день свадьбы Степана с этой Олеськой пойдем в караоке, напьемся, напоемся и вообще отрвемся по полной согласно. А вот это другое дело. Малышак, можно вас? Да, я вас слушаю. Где мои венские вафли? Простите, но вы не заказывали. Что значит, я не заказывала венские вафли? Секундочку, Асич, узнаю. Нет. Наташа, ну ты же не заказывала вафли. Да, знаешь, что не заказывала, ну а как же вы поскандалились? Пару выпустится. Ну ты даешь, подруга. Ну что, давай спокойно тебе свободы и назад не возвращаться. Да ладно, тебе тоже чуть-чуть осталось. Это он пацанам по полсрока мотать. Это точно. Давай, удачи. Оторвись там на свободе за нас. Ну а вам здесь, в легкой жизни. Польна. Листочка правилась, что ли? Ну и не застегивается практически. Свет, вообще-то я полторы недели ничего не ела и ходила в зал. Изначально взяла его впритык. Говорила, возьми на размер больше. Ну как? Ну как, как? Нормально. Ладно, ладно. Ты чего? Ты выглядишь просто сногсшибательно. Не врешь? Нет. Не вру. Правда. Вообще я тебя завидую. Такого мужика-то хватило. Богатого, симпатичного. Ты его хоть любишь? Честно говоря, сложно сказать, но мне с ним комфортно. Единственный человек, которого я любила, это... Леша, Леша, Леша. Но уже все в прошлом. Не хочу связывать свою жизнь с уголовником. Так, где мои туфли? Туфли? Спасибо. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Ты прям светишься сегодня вся. Ой, столько всего набрала, что клад нашла. Или спонсор появился. Да какой спонсор? Все с пенсионных набрала. У меня же сын возвращается. Хочу его порадовать чем-нибудь вкусненьким. Поздравляю. Вот там возьми шоколадку по акции. Да какие шоколадки? Он столько времени нормальной пищи не ел. Буду откармливать своего сыночка. Тебе пакет нужен? Нужен. Что ж такое? Я вернулся, меня никто не встречает. Вы Краманенко? Да. А вы не знаете, они здесь же были, не переехали? Здесь? Только у них сегодня свадьба. Чего? Свадьба? Олеся замуж выходит. Скажите, вы не знаете, случайно, где проходит торжество? Знаю, недалеко здесь, в юбилейном. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Слушай, ну, не факт. У него были грандиознейшие планы по нашей совместной помощи. Хотя, кто знает, как бы все закончилось, если бы он не попал туда, куда он попал. Ну, Костя точно не попадет. У него есть голова на плечах. Такой бедан. Свет. Да? А что, гости не читали, появилось эти адрес-код? Читали. Я сама написала. А почему все одеты, как попало? Ну, ты. Может, пройти? Нет, нельзя. Почему? Ресторан закрыт. На частное обслуживание. Свадьба? Да я знаю невесту, Олесь Романенко. Позовите ее, пожалуйста. А вы позвоните ей. Она и выйдет. Да я не могу. У меня батарея ксела. Ладно, сейчас попробую позвать. Сергей Георгиевич, здесь к невесте гость пришел. Так вот, значит, когда мы забирали кольца. Реала, к нам подошли. Сам захотел? Я прошу прощения. Обшел какой-то знакомый. Но его не в списках гостей. Простит, чтобы вы вышли. Хорошо, спасибо. Спасибо. Сюрприз. Сюрприз. Леша. Олеся. Говорила, что дождешься. Давай я тебе потом все объясню. Просто куча гостей и к тому же сейчас будет танец жениха и невесты. Ну, сам все понимаешь. Так просто об этом говоришь? Как будто между нами ничего не было. Леша, я хотела тебе все объяснить. Просто не знала, как. В любом случае, между нами все бы закончилось. У тебя там была своя жизнь, а у меня своя. Вот как ты запела. Может, ты просто не хочешь связывать свою жизнь с уголовником? Леша. Тем более, нашла вот какой вариант. Прилизанный. Так, что здесь происходит? Перестань разговаривать так с моей женой. А то, что ты сделаешь. Пошел вон отсюда. Костя! Пошел вон, я сказал! Кость! Леша! Кость! Костя! Прекратите! 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 Хи, а! Прекратите! Прекратите, пожалуйста! Лёша! Мам. Лёша! Лёша! Кто? Кто один? Лёша! Лёша! Мама! Мама! О, чем это у нас так вкусно пахнет! Да, обычные тосты с бакамоли и яйцем. Прямо как в нашем отеле на Мальдивах. Да. Захотелось вернуться в наше романтическое путешествие. К завтракам на берегу океана, где были только ты и я. Да. Было чудесно. Что-то случилось? Наваль написала. Партнера просили перенести встречу на сегодня. Надо ехать в офис, готовиться к ней. Костя. Вот объясни мне, пожалуйста. Что это за секретарша такая, которая даже не дает своему шефу нормально позавтракать? Мне она не нравится. Она моя личная помощница. Должна контролировать график этой работы. Ну, вот лично мне кажется, что она совершенно не справляется со своими обязанностями. То ты раньше всех прилетаешь в офис. То задерживаешься там до полуночи. И вообще она какая-то неприятная. По-моему, кто-то просто придирается. Нет. Если б ты видела, как она со мной разговаривает. Как будто бы я ей враг какой-то или я что-то плохое сделала. Ну, ты же прекрасно знаешь, насколько я чувствительна к таким моментам. Я начинаю переживать, нервничать. У меня портится настроение. Может быть, стоит подыскать себе другой секрет, хорошо? Не, ну, я могу поговорить с Валей, но увольнять ее точно нет повода. Ну, хорошо. Когда ты увидишь это, ты точно не захочешь, чтобы я нервничала. Что это? Посмотри. Сюрприз? Угу. Я не понял. Ты беременна? Да. Встань, родители. Да. Теперь ты можешь меня просить все, что угодно. Ваше образование, конечно, по нашему профилю. Но… Видите ли, прогресс не стоит на месте. За шесть лет технологии изменились, задачи ставят новые. Так что, сами понимаете? Ну, не проблема. Я быстро наверстаю упущенное. Увы, не получится. Сейчас основной инструмент проектировщика – это компьютер. Знание новейших программ и так далее. Как у вас с этим? Ну, не особо. Вот видите. Сожалею, но мы не можем взять вас на работу. Извините. Хорошо, я вас понял. Извините, что потратил ваше время. Удачи вам в поиске работы. Доброе утро. Доброе. Я подготовила документы перед встречей и еще отправила по почте. Партнеры написали, что будут после обеда, так что у вас есть время по-быстренькому ознакомиться. Да, и я пойду пока переговорку забронирую. Да, Валь, подожди. Макс, сходи покурим. Присядь, пожалуйста, мне нужно с тобой поговорить. Да, конечно. Валя, я решил пересмотреть кадровую структуру нашей компании. Наша компания должна активно развиваться, а вместо этого она как будто стоит на месте. Поэтому я сейчас не настолько нуждаюсь в личном помощнике, насколько в человеке, который сможет стать моей правой рукой. В человеке, который хорошо бы разбирался в рынке и при необходимости смогу меня заменять на важных встречах. Понимаешь? Поэтому я хочу поблагодарить тебя за проделанную работу. Ты внесла неоценимый вклад в развитие нашей компании. Но на данном этапе мы вынуждены с тобой расстаться. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА